Глава 9. Богатство и довольство своей долей. Когда человек избавляется от вожделения и похоти, он избегает и их нежелательных последствий. Когда человек не обременен вожделением, он свободен от эгоизма, его не мучают мысли, как разбогатеть, получить удовольствие, приобрести то-то и то-то. Он доволен своей долей и потому спокоен. Никакая другая черта характера не приносит такое спокойствие, как умение довольствоваться своим. Об этом даже можно молиться, что делал царь Шломо. Не давай мне ни бедности, ни богатства. Корми меня моей долей хлеба, чтобы я не разбогател и не отрекся, сказав, кто такой Господь, а также, чтобы я не стал бедным и не начал красть и осквернять имя моего Бога. Мишлей 30.8.9 А также, не беспокойся о том, чтобы стать богатым. Прекрати такие затеи, ты посмотришь на него, и его нет. Там же 23.4.5 Богатство, ради которого человек тяжело трудится, беспокоится, суетится, может улетучиться в мгновение ока. Да и что есть земная жизнь, если не мгновение? В конечном итоге богатых и бедных ждет один конец. Царь Шломо сказал, там же 22.2 Богатые и бедные встречаются, Господь создатель их всех. Царь Давид сказал, Таилим 49.17.18.21 Не бойся, если богатеет человек, если множится добро в его доме. Ведь, умирая, ничего не возьмет, его добро с ним не спустится. Человек в своем благополучии не поймет, подобен он павшей скотине. Конец цитаты Точно так же сказано в Коэлит 3.19 Что ожидает сыновей человека, ожидает животных. Как один умирает, так же и другой. Да, у них у всех одно дыхание. Конец цитаты Когда человек тратит все силы на богатство и погоню за мирскими удовольствиями, он теряет в трех отношениях. Во-первых, за исключением редких моментов, никаких настоящих удовольствий в этом мире он не находит. Большая часть его жизни представляет собой нескончаемую гонку, в которой он лишается не только покоя, но даже самых простых удовольствий этого мира. Во-вторых, такой человек уподавляется животному, поскольку в погоне за приходящими благами утратил духовные цели, а вместе с ними он потерял и свою небесную долю. В-третьих, богатство превращает его в высокомерного еретика, который полагается только на собственную силу, лишающую его рассудка. Он не понимает, как глупо гнаться за богатством и не замечает скоротечности жизни. Об этом сказал царь Давид, Таилим 49.13-14. «Роскошь человека не продлится. Он, как звери, которые умирают, такова судьба всех, кто полагается на себя». Конец цитаты. Вот о чем говорится в Шаббат 31 бет. Раф Ула объяснил, «Что имеется в виду в стихе «Не будь чрезмерно нечестивым»?» Коэлит 7.17. «Неужели запрещено быть чрезмерно нечестивым, но можно быть немного нечестивым? Это как если человек поел чеснок и стал дурно пахнуть. Стоит ли ему поесть еще и сделать хуже? Конец цитаты. Рава Барраби Ула объяснил, что имеется в виду в стихе Таилим 73.4 «Нет страданий в их смерти, их сила крепка». Бари Улам. Бог сказал, «Достаточно плохо, что нечестивые не дрожат от скорби до дня их смерти, но их сердца тверды, как здание Улам». «Как сказал Рава, что имеется в виду в стихе, там же 49.14, «Такова судьба тех, кто полагается, Кэсэу, на себя». «Нечестивые знают, что их путь ведет к смерти, однако они все равно имеют жир на чреслах. Чтобы ты не думал, что их грех можно приписать забывчивости, сказано, они одобряют их конец своими устами». Там же конец цитаты. Как я уже писал, Танах сравнивает надменность с жиром, покрывающим тело и ум человека. Цитата. «Гордыня – это цепь вокруг шеи. Насилие покрывает их, как одеяние. Их глаза выпячиваются от ожирения. Они идут вслед фантазиям своего сердца». Таилим 73,6,7 «Тора требует удалять такой жир с мирных приношений и жертвы на алтаре, что символизирует сжигание злых позывов и надменности». Цитата. «И он представит из мирного приношения огненное приношение Господу, жир, покрывающий внутренности и весь жир на внутренностях, и две почки, и жир на них, которые на боках. Кесалим». Вайкра 3,3,4 Раши рекомендует, когда животное живо, жир расположен на внутренней стороне почек, рядом с боками. «Бока» или «бачки» – это внутренние мышцы рядом с почкой. Это место символизирует талант, силу и гордость человека, поскольку, согласно Танаху и мудрецам, почка является источником мыслей. Цитата. «Праведный судья, который исследует почки и сердце» Ирмиягу 11,20 Наши мудрецы тоже сказали Брахот 61, Алиф «У человека две почки, одна ведет его к добру, другая к злу» Мы также читаем Мишли 23,16 «Мои почки возрадуются, когда твои уста будут говорить правое» Итак, почки символизируют мыслительные процессы и логические способности человека. Бедро или чресло, внутренние мышцы которых составляют кесалим, символизируют плодородие и творение. Цитата. «Вот что вышло из чресл Якова» Шмот 1,5 Когда женщину подозревают в прелюбодеянии, говорят, что надменность покоится в ее чреслах, Коэн заставляет ее поклясться таким проклятием Бемидбар 5,21 Ее чресла опадут и живот опухнет Мишна комментирует Сота 8, Бет Она начала грешить своими чреслами и затем животом Следовательно, сначала нужно покарать чресла Конец цитаты Бедра также символизируют силу Цитата «Пусть каждый мужчина положит свой меч на бедро» Шмот 32,27 Коэны должны были покрывать бедра в знак того, что в храме человек лишен силы Следовательно, сказано так Шмот 28,42 «Сделай им льняное платье От поясницы до бедер оно должно доходить» Сами кесалим — это мышцы, символизирующие силу Кесал — это символ силы человека А также надежды и веры Из-за близости с почками — это также символ мыслей Цитата «Если я сделал золото своей надеждой» — Кесали Иов 31,24 Другими словами «Если я сосредоточил свои мысли на золоте Начал уповать на него» Раша комментирует там же «Поскольку почки находятся в Кесалим И дают совет Мысль названа Кесел» Конец цитаты «Если человек высокомерно гордится своим Кесел Своей проницательностью и могуществом Он игнорирует день смерти И наводит на себя погибель Его Кесел превращает его в Кесил — глупца» Сказано так Мишлей, 18,2 «Кесил не желает понимания» Конец цитаты «Его Кесел близок к почкам — символу мудрости Однако он отвергает его» Иными словами «Глупец мог бы стать мудрым, если бы уповал на Бога» Но он отказывается это делать В Коэллет 7,25 Царь Шломо говорит, что хочет познать нечестие глупости Кесел Здесь имеется в виду то, что грешник превращает свое Кесел Мудрость и силу в сихлут — глупость Когда грешник уповает на золото и богатство Он превращается в глупца Мишлей, 14,16 «Мудрый человек боится зла и избегает его Но глупец уверен в себе и неистовствует» Конец цитаты В другом месте читаем «Глупец ходит во тьме» Коэллет, 2,14 Однако тот, кто полагается на Бога и уповает на Него Делая Господа своей надеждой Мишлей, 3,26 Обязательно будет мудрым и сильным Тот, кто жаждет зла и стремится удовлетворять свою похоть Назван Эвил Это еще одно слово, обозначающее глупца Поступая так, он восстает против Бога Что может быть глупее? Сказано «Злой презирает порицание своего отца» Мишлей, 15,5 А также «Мой народ глуп, зол Они не знают меня, они простаки, сихлим» Лишенные понимания «Они мудры делать зло, но невежественны делать добро» Ирмияу, 4,22 Термины «зло» и «кисил» упоминаются вместе в стихе Мишлей, 17,12 «Человеку лучше встретить медведя, лишенного детенышей, чем глупца кисил с его глупостью и велит» Там же, 13,16 Другое слово, обозначающее глупца Баар Это тот, кто лишен Нифар Разума Он лишен его полностью Как будто он уничтожил добро и мудрость в себе Также сказано Тот, кто неразумен, Баар Ненавидит порицание Мишлей, 12,1 Баар Подобен животному, лишенному знания Животное названо Беир Как в стихе Шмот, 22,4 Если он отпустил свое животное, Беиро И оно послось на поле другого человека Конец цитаты Следовательно, мы читаем Таилим, 73,22 Я был неразумен, Баар И невежественен Я был, как животное перед тобой Конец цитаты В своей мудрости Бог создал слова еврейского языка Таким образом, что изменение даже одной буквы Преподает нам важный нравственный урок Так, Баар Это тот, кому не хватает Реев Мудрости и понимания Он жаждет Божьих вод Это же относится и к кесел Бака, символизирующие мудрость И сехел, глупость Эти две черты тесно связаны друг с другом Смысл в том, что человеку предоставлен выбор Он может быть либо человеком кесел Мудрым и уповающим на Бога Либо глупцом Кесил и Сехел Как Шмуэль сказал Шаулю 1 Шмуэля, 13,13 Ты поступил глупо, не скал-то Не забывайте этот основной принцип Каждый человек волен выбирать Между добром и злом Между кислут, мудростью И сихлут, глупостью И сам еврейский язык Свидетельствует об этом На протяжении всей жизни еврея Баар и Кесил тоже взаимодействуют друг с другом Цитата Как велики твои дела, о Господи Ни Баар не знает Ни Кесил не понимает этого Таилим 92,6,7 А также Кесил и Баар вместе погибнут Таилим 49,11 Еще одно слово для обозначения глупца Пети О таких людях говорится в Мишлии 14,15 Пети верит всякому слову Здесь Пети объединяется со злом Как в стихе Пети получают во владение глупость и велят Там же стих 18 Оно также объединяется с Кесил Женская глупость истерия Она безрассудна, пятиуд и невежественна Там же 9,13 Пети подвержен всем питуи Соблазном Им управляют похоти О нем говорится Таилим 19,8 Закон Господа совершенен Восстанавливает разум Пети Конец цитаты Из всего сказанного следует Что когда мы сжигаем Хелев Жир Означающий высокомерие Которое находится в обиталище Разума, плодородия и силы Мы этим подчеркиваем Слабость, смертность И незначительность человека Как и все Божьи дары Богатство дано человеку Только для того Чтобы он мог служить Своему Творцу Богатство дает человеку Время и возможность Изучать Тору И совершать добрые дела Вот что сказал Раби Бехайе Кадхакемах Статья Ошер Богатство Имея богатство Человек может совершать Самые достойные дела Через которые он найдет Милость и расположение В глазах Бога и человека Проявляя самые добродетельные качества Человек может жертвовать деньги На благотворительность И другие добрые цели Богатство было создано Только для того Чтобы человек исполнял С его помощью заповеди В Берешит Раба 16.3 Раби Йошуа бен Леви Сказал Мир был недостоин Пользоваться золотом Почему оно было создано Ради храма Конец цитаты Богатство дано человеку для того Чтобы помочь ему Выполнять заповеди Улучшить свой характер И прославлять Бога Как царя Однако если человек Начинает жаждать денег Он станет одержим ими Жажда денег Подобна горящему огню Она как соленая вода Если и утоляет жажду То лишь на мгновение Наши мудрецы сказали Коэлит Раба 1.13 Ни один человек Не покидает этот мир Удовлетворив даже половину Своих желаний Напротив Если у него сто Он будет хотеть превратить их в двести Если человек использует богатство На выполнение заповедей Его молитвы будут услышаны Об этом говорит стих Моя праведность свидетельствует обо мне Берешит 30.33 В противном случае Его поведение будет неправедно Свидетельствовать против него Дворим 19.16 Схожую мысль выразил и царь Шломо Кто любит деньги Не будет насыщен ими Коэлит 5.9 А также Праведные едят досыта А живот нечестивых будет нуждаться Мишлей 13.25 Не хватит животных Ишиягу 40.16 Чтобы удовлетворить его вожделение Так же говорится Сытая душа презирает соты Но для голодной души Все горькое сладко Мишлей 27.7 Похоть и зависть подпитывают эгоизм Когда человеком овладевают эти качества Он начинает грабить и убивать Разрушая мир Он становится настолько эгоцентричен Что пренебрегает своим товарищем И его имуществом Каждый, кто пустится в погоню За удовольствиями, богатством и славой Нарушает предназначение мира Подчинение Богу Принятие его ярма И обуздание злых позывов Именно воровство предопределило Судьбу поколения потопа А вожделение и эгоизм Судьбу с дома и аморры Их поведение противоречило Смыслу творения Адам был изгнан из Эдена То же за воровство Он украл плод с дерева Которое принадлежало только Богу Когда люди стали красть и убивать друг друга Их души осквернились И им был вынесен приговор Об этом говорится в Бава Батра 88 бет Красть у товарища хуже, чем у Бога Мы также читаем Санедрин 108 алиф Поколение потопа стало высокомерным Только через богатство Которое пролил на них Бог Раби Йоханан сказал Смотрите, как могущественно воровство Поколение потопа совершило все грехи Но их судьба не была решена Пока они не обратились к воровству Конец цитаты В Берешит Раба 3.13 говорится так Поскольку они пристрастились к воровству Они были смыты из мира Конец цитаты Из сказанного мы извлекаем два принципа 1. Поколение потопа согрешило Только потому, что разбогатело Богатство и изобилие ослепляют И человек разума превращается В глупца и квастуна Поколение потопа спросило Санедрин 108 алиф Зачем нам Божий дождь Когда нам хватает рек и ручьев И Бог ответил Тем же богатством, которое я излил на них Они гневят меня Так что через него я и накажу их Вот я навел потоп Берешит 6.17 О надменном и глупом богатом человеке Царь Шломо писал Мишлей 18.23 Богатый человек отвечает дерзко Этот стих помогает понять отрывок из Шагига 9 бет Чему мы учимся из стиха Вот я очистил тебя, но не как серебро Я испытал тебя в печи страдания Ишаягу 48.10 Это учит тому, что Бог пересмотрел все хорошие качества Чтобы дать их Израилю И нашел только бедность Шмуэль А некоторые говорят, что раби Йосеф Сказал Это согласуется с народной пословицей Бедность так же хороша для евреев Как красная упряжь для белой лошади Конец цитаты Очевидно, здесь подразумевается Небуквальная бедность Поскольку мы уже цитировали царя Шломо Мишлей 30.8.9 Не давай мне ни бедности, ни богатства Чтобы я не стал бедным И не начал красть и осквернять имя моего Бога Скорее, этот фрагмент следует понимать в другом ключе Быть богатым плохо потому, что богатство Это ужасный соблазн для любого Кто не умеет пользоваться им для служения Богу Лучше подражать Шломо и довольствоваться своей долей Корми меня моей долей хлеба Там же Мы также читаем Вавод 4.1 Кто богат, тот, кто довольствуется своей долей Вкушая плод своих рук Он счастлив и удачлив Таилим 128.2 Он счастлив в этом мире И удачлив в будущем мире Конец цитаты Можно спросить, где же здесь про богатство? Дело в том, что настоящее богатство Это умение спокойно довольствоваться тем, что у тебя есть Если человеку хватает немногих вещей И он доволен этим То он самый богатый человек в мире Умиротворение Это самая большая драгоценность Которую не купишь за все деньги мира А раз так То можно ли быть богаче человека Который доволен своей долей? Раши так комментирует А вот Довольствоваться своей долей Все, что дает ему бог Он принимает с радостью Другая версия Он относится к неэгоистичным Невозмутимым духам К любой доле Хорошей или плохой Обильной или скудной Какую бы ни дал ему бог Он не поддается неистовому Безумному стремлению Скопить больше, чем у него есть Если бы он был недоволен Вкушая плод своих рук То этот стих не назвал бы его счастливым Даже богатейший из людей Если он беспокоится о своей доле Заурядный бедняк Тот факт, что стих говорит о его удовлетворенности Указывает на его богатство Второе Второй урок Вышеупомянутого отрывка Из Санедрин Состоит в том Что поколение потопа Погубило воровство Ясно, что они грешили И во многих других Серьезных областях Таких, как блуд В Санедрин 108 бет Мы читаем Они спаривали домашних И диких животных Друг с другом А человеческие существа Спаривались и с теми И с другими Санедрин 57 алиф Санедрин 57 алиф Так комментирует стих Земля осквернилась перед Богом Берешит 6, дробь 11 Мы узнали в школе Раби Ишмаэля Когда бы не упоминалось Развращение Ашхата Оно может относиться Лишь к сексуальной Безнравственности И идолопоклонству Сексуальная безнравственность Перешит 6, дробь 12 Вся плоть Развратила свой путь На земле Идолопоклонство Дворим 4, дробь 16 Чтобы ты не поступал Порочно И не вырезал себе Изображение Конец цитаты Мы никогда не должны Забывать этот Основополагающий Принцип Идолопоклонство Сексуальная безнравственность Воровство А также Вообще любое Поведение Вытекающее Из эгоизма Вседозволенности И жадности Именуется Ашхата Развращение Поскольку Посредством этих Пороков Человек оскверняет Себя И весь мир Как ясно сказано Берешит 6, дробь 12 Бог посмотрел на землю И вот она была развращена Ибо вся плоть Извратила свой путь На земле Конец цитаты Смысл ясен Поскольку вся плоть Развратилась То развратилась и земля Следовательно Какой смысл Продлять Существование Земли И всего Что на ней Но при этом Судьбу Допотопного Поколения Предрешило Именно Воровство Воровство Это не только Приобретение Для вора Но и потеря Для жертвы В воровстве Нашел Самое полное Выражение Эгоизм Поколения Потопа Оно ясно И однозначно Бросило Вызов Всему Для чего Был создан Человек Святость Скромность Разрушение Эго И подавление Злых Позывов Именно Об этом Говорили Наши Мудрецы Шмот Раба 22 Дробь 3 Тот Чьи руки Замараны Воровством Воззовет К Богу Но Бог Не ответит Ему Почему Потому что Его молитва Основана На грехе Конец Цитаты Если человек Настолько Увлечен Воровством Что его Руки Им Замараны То он Утратил Смысл Собственного Бытия Лишился Права На существование Об этом Предупреждают Наши Мудрецы А вот 2 Дробь 12 Да будет Имущество Твоего Товарища Так же Дорого Для тебя Как и Твое Собственное Конец Цитаты Рамбам Написал Хилхот Деот 6 Дробь 3 Для каждого Еврея Есть заповедь Любить Другого Еврея Как Самого Себя Люби Своего Ближнего Как Самого Себя Вейкра 19 Дробь 18 Таким Таким образом Человек Должен Прославлять Своего Товарища Еврея И заботиться О его Имуществе Так же Как он Заботится О своем Имуществе И хочет Чтобы к нему Относились С уважением Конец Цитаты Тот Тот Кто Небрежен К Имуществу Товарища Неизбежно Станет Вором Как Мы Читаем Бава Митсия 24 Алев У Праведного Марзутры Украли Серебряную Чашу В его Гостинице Он Увидел Как Один Ученик Вымыл Руки И Вытер Оплащ Своего Друга И Сказал Вот Кто Вор Ибо Он Не Заботится Об Имуществе Своего Товарища Конец Цитаты Когда Его Допросили По Этому Делу Ученик Признался Наши Мудрецы Сказали Бава Кама 119 Алев Если Человек Украл Прута Мелкую Монету У Своего Товарища Это То Самое Как Если Он Совершил Убийство Сказано Мишлей 1 Дробь Таков Путь Всякого Жадного До Выгоды Он Забирает Жизнь Ее Владельца Конец Цитаты Если Грех Украсть У Обычного Человека То Насколько Хуже Украсть У Бедного И Слабого Это Тяжелейший Грех О Котором Тора Пишет Вы Не Должны Притеснять Вдову Или Сироту Если Ты Будешь Притеснять Их Каким Либо Способом И Они Воззовут Ко Мне Я Непременно Услышу Их Вопль Мой Гнев Воспламенится И Я Убью Тебя Мечом Твои Жены Станут Вдовами А Твои Дети Сиротами Шмот 22 Дробь 21 Тире 23 Горе Нам Из-за Этого Закона Как Он Прям И Справедлив Как Ясно Обличает Всех Кто Не Умеет Сострадать Вдовам И Сиротам А Вот Какое Наказание Их Ждет Баал Гатурим Там же Если Ты Будешь Притеснять Их Ано Тане Если Они Воззовут Ко Мне Цаок И Цак Я Непременно Услышу Шамо Эшма Каждый Глагол Упоминается Дважды Чтобы Дать Нам Понять Все Что Мы Сделаем Вдове И Сироте Бог Сделает Нам Вот Что Сказано В Михилта Мишпатим Месех Таде Незекин Отсюда Мне Известно О вдове И Сироте Как Узнать О ком Либо Другом Сказано Не Притесняй Это Точка Зрения Раби Ишмаэля Раби Раби Акива Говорит Тора Упомянула Вдову И Сироту Потому Что Их Часто Притесняют Конец Цитаты Конечно Никакого Еврея Нельзя Притеснять Но Раби Акива Говорит Не Об Этом Писание Особенно Упоминает Категории Граждан Которых Угнетают Чаще Других Как Объясняет Раши Шмот Там Ж Тоже Относится Ко Всем Но Тора Говорит В повседневных Терминах Вдова И Сирота Беспомощные Люди Которых Часто Угнетают Конец Цитаты Если Тора Так Сурово Говорит О мелком И Непреднамеренном Притеснении То Что Ж Можно Сказать О Реальном Воровстве Вот О чем Мы читаем В Михилте Там же Когда Раби Ишмаэль И Раби Шимон Шли На казнь Раби Шимон Сказал Раби Ишмаэлю Учитель Мне Чрезвычайно Любопытно Почему Меня Убивают Раби Ишмаэль Ответил Подходил Ли к тебе Когда-нибудь Человек Прося О суде И Затем Ждал Когда Ты Пьешь Напиток Или Наденешь Обувь Тора Говорит Если Ты Будешь Притеснять Их С Двойным Ано Таане Здесь Запрещается Любое Притеснение Великое И Малое Раби Шимон Ответил Учитель Ты Утешил Меня Конец Цитаты Тора Тора Предписывает Страшное Наказание Даже За Малейшее Притеснение Любого Еврея И тем Более Бедного И Слабого Вот О чем Говорит Ибн Эзра Там же После Слов Вы Не Должны Притеснять Ло Теанум Во Множественном Числе Следует Если Ты Будешь Притеснять Им Таане В Единственном Если Кто-либо Видит Как Вдову Или Сироту Притесняют Но Не Помогает Им Считается Что Он Тоже Притесняет Их Конец Цитаты Именно Об этом Говорится В Баал-Гатурим Там же Это Учит Нас Тому Что Весь Израиль Ответственен Один За Другого Даже Если Всего Один Человек Притесняет Другого Это То же Самое Как Если Бы Все Притесняли Его Конец Цитаты Тот Кто Удаляет Из Сердца Похоть И Зависть Возвышается Духовно Он Заменяет Эти Пороки Любовью Милосердием И Добротой К товарищу Еврею Чем Больше Недостойных Качеств Обуздывает Человек Тем Больше На их Место Приходит Достойных Качеств А А Свою Очередь Помогает Еще Лучше Бороться С Пороками Далее Этот Процесс Углубляется И Расширяется Уходит Все Больше Отрицательных Качеств И Процесс Приобретает Всеобъемлющий Характер Скажем Если Говорить О Воровстве То Человек Перестает Не Только Красть По Настоящему Но Избегает Даже Скрытого Воровства Такого Как Обман Злостная Клевета Нематериальный Вред И Ранящая Речь Мишна Учит Бава Митсия 58 Бет Как Запрещен Обман Так же И Ранящая Речь Не Следует Спрашивать Сколько Это Стоит Если Нет Намерения Покупать Не Следует Говорить Кающемуся Вспомни Свои Прошлые Дела Или Сыну Прозелитов Вспомни Дела Своих Предков Сказано Не Делай Вреда Пришельцу Гер И Не Притесняй Его Шмот 22 Дробь 20 Это Еще Одно Доказательство Того Что В Торе Слово Гер Относится К Прозелиту А Нек Гер Тошав Не Еврею Соблюдающему Семь Законов Ноха Позже Мы поговорим Об этом Более Подробно Глава 20 В Айкра 25 Дробь 14 Говорится Если 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 Ты Продаешь Что Что Своему Ближнему Не Дави Брата Своего Конец Цитаты Согласно Талмуду Там же Здесь Речь Идет Об Обмане В Финансовых Вопросах Тогда Как Фраза Не Притесняй Брата Своего В Айкра 27 Дробь 17 Относится К Ранящей Речи Что Также Запрещено И По Отношению К Прозелиту Смотри Михилта Мишпатим Пороша 18 Никто Не Будет Спорить С тем Что Оскорбляя Человека Мы Наносим Ему Вред Бава Миция 58 Бет Цитата Словесный Вред Хуже Чем Денежный Потому Что Только О Первом Сказано Бойся Твоего Бога В Айкра 25 Дробь 17 Раби Лазар Сказал Первое Ранит Физически Последнее Только Финансово Раби Шмуэль Бар Нахмени Сказал Денежный Вред Можно Возместить Словесный Нет Конец Цитаты Действительно Невозможно Залечить Физическую И психологическую Рану Причиненную Словесными Оскорблениями Тора И пророки Осуждают Тех Кто Обижает Товарища Не делай Вреда Пришельцу Сироте И вдове Ирмиягу 22 Дробь 3 Ихэскель Описывает Грешника Как Человека Который Притесняет Бедного И нуждающегося Ихэскель 18 Дробь 12 Как видим Ранящая Речь Греховна В двух Аспектах По своей Природе Она Основана На лжи И ее Реальным Результатом Является Страдание Другого Такое Страдание Обозначается Словом Оноа Поскольку Жертва Восклицает Она Доколе Куда еще Так Реувен Вернувшись К яме И увидев Что Йосеф Исчез Воскликнул Куда я пойду Берешит 37 Дробь 30 Иов Воскликнул Доколе От Она Будешь Мучить Мою Душу Иов 19 Дробь 2 Когда Страдания Заставляют Человека Взмолиться К Богу Его Вопль Называется Она Как в Таилим 118 Дробь 25 Мы Молим Тебя Она О Господи Спаси Нас Конец Цитаты Слово Анаха Вздох Происходит Из того же корня Мы Читаем Ишаяу 3 Дробь 26 Ее Ворота Будут Горевать Анну Смотри Раши И Скорбеть Ибн Эзра Там же Комментирует Это Так же Как Во фразе Я Не Ел От Этого Во Время Моей Скорби Бе Они Конец Цитаты Скорбя Скорбящий На похоронах Называется Словом Онен Происходящим От возгласа Скорби Поскольку Он Подавлен Искорбит Он Потерял Свою Он Силу Тот Кого Оскорбляют Ослаблен Нечестием А Вон Тот Кто Его Оскорбляет И Ищет Случая Против Него Митанело Вторая Царей 7 Дробь 5 Страдания Искорби Еврейского Народа Описал Ишаяу 29 Дробь 2 Тогда Я Стесню Ариил И Будет Скорб Истоны Та Ания В Ания Мы Так же Читаем Почему Живущий Человек Недоволен Итонен Плач Эрмиягу 3 Дробь 39 Заменяя Алиф На Айн Она А Обида Заставляет Свою Жертву Инуи Преследование И Они Бедность Это Сильное Страдание Причиненное Ложью Другого Поскольку Обманщиком Руководит Эгоизм Его Грех Особенно Тяжел Он Наат Деварим Основано На лжи Которая Хуже Любого Воровства Как Сказали Наши Мудрецы Михилта Мишпатим Месехта Денезекин 13 Он Заплатит Вдвойне Шмот 22 Дробь 3 Есть Семь Видов Воров Первый Тот Кто Обманывает Своего Товарища Второй Кто Приглашает Товарища В гости Однако Не имеет Намерения Оказать Ему Гостеприимство Третий Кто Просит Принять Подарок Зная Что Он Откажется Четвертый Кто Открывает Бочки Когда Они Уже Проданы Пятый Кто Пользуется Нечестными Мерами Шестой Кто Подделывает Гири Седьмой Кто Разбавляет Пажетник Семенами Рожкового Дерева Бобы Песком Или Масло Уксусом Конец Цитаты Если Поразмышлять Об этом Не сложно Прийти К мысли Что Грех Воровства Полностью Основан На Обмане Когда Человек Тайком Крадет У своего Товарища Он Тайно Вредит Ему Все Виды Обмана Основаны На этом же Принципе Обман Основан На Лжи И Предательстве Которые Разрушают Основания Этого Мира И Загрязняют Печать Бога Истину В Торе Сказано Удаляйся От Неправды Шмот 23 Дробь 7 Это Значит Что Нужно Отдалиться От Вся Кой Лжи И Всего Что Ее Напоминает Как Сказал Сфорно Удаляйся От Неправды От Всего Что Может Вызвать Ложь Конец Цитаты Ложь Это Прямая Противоположность Богу Который Является Абсолютной Истиной Его Тора 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 Является Истиной Когда Человек Лжет Им Движет Желание Возвыситься И Извлечь Выгоду Этим Он Не только Пренебрегает Своим Товарищем Но и Препятствует Построению Нормальных Отношений С ним Если Человеку Нельзя Верить То Можно Ли Иметь С ним Нормальные Отношения Более Того Если Человек Привык Лгать Он Будет Лгать Постоянно Не Обращая Внимания На Святое Из Корыстных Побуждений Он Подделает И Исказит Божью Истину Вот Почему О заповеди Удаляйся От Неправды Раби Натан Сказал Михилта Мишпатим Месехта Декас По 20 Это Предупреждение Что Необходимо Отделиться От Ереси Как Сказано Коэллет 7 Дробь 26 Я Нахожу Что Горше Смерти Женщина Чье Сердце Как Ловушки И Сети А руки Как Оковы Конец Цитаты Дорогой Читатель Здесь Содержится Важная Аксиома Поскольку Любовь К Женщине Сильнее Всех Прочих Именно Женщина Служит Символом Любви И Желания Бог Создал Мужчину И Женщину Для Того Чтобы Взаимная Любовь И Желание Объединяло Их В одно Целое Чтобы Они Умели Жертвовать Друг Для Друга Так Как Ни Для Кого Другого Не Жалея Даже Жизни Такая Понятия Любви Это Ужасная Ложь Угрожающая Супружеским Отношениям Бог Требует Чтобы Супружеские Отношения Были Исключительными И Основывались На Взаимоуважении Супружеская Измена Символизирует Тягчайший Грех Политеизма Поклонение Идолам Вместе С Богом Шмот 20 Дробь 3 С другой Стороны Злая Женщина Символизирует Противоположное Начало Идолопоклонство Когда Человек Влюбляется В женщину Которая Подстрекает Его К греху Будь то Ересь Или Идолопоклонство Это Губительно Для Него Поскольку Он Ее Сильно Любит Он Способен Пойти Для нее На все Даже На серьезные Грехи Вот Почему Женщина Может Символизировать Как Любовь К Богу Так И Упаси Бог Любовь К ереси В конце Концов Даже Ересь Эмоционально Привлекательна В Брахот 12 Бет Мы Читаем Почему Третий Абзац Шма Бемидбар 15 37 41 Установлен Для ежедневного Чтения Раби Иуда Бар Хавива Сказал Потому что Он содержит Шесть Элементов Первый Заповедь Цицит Второй Исход Из Египта Третий Ярмо Заповедей А также Предостережение От Четвертый Еретических Учений Пятый Аморальных Сексуальных Мыслей И Шестой Мыслей Об Идолопоклонстве Действительно Мы Учим Со Следующему Фраза Вслед Своего Сердца Бамидбар 15 Дробь 39 Относится К ереси И сказано Таилим 14 Дробь 1 Глупец Говорит В своем Сердце Нет Бога Конец Цитаты Вот Доказательство Того Что Ересь Исходит Из Сердца И Всегда Привлекательно Следовательно Женщина Символ Желания Может Символизировать Как Преданность Богу Так И Тягу К ереси Раш И так Объясняет Стих Коэлит 7 Дробь 26 Я нахожу Что горше Смерти Женщина Смерть Самая Суровая Из Десяти Созданных Суровых Вещей Бава Батра 10 Алиф И Я нахожу Женщину То есть Ересь Еще Суровее Конец Цитаты Наши Мудрецы Также Говорили Об этом Брахот 8 Алиф На Западе Когда Человек Женится Его Спрашивают Моца Или Моце Моца Означает Кто Нашел Моца Жену Нашел Доброе Мишлей 18 22 Моце Означает Я Нахожу Моце Что Горше Смерти Женщина Коэлит 7 Дробь 26 Кто Нашел Жену Нашел Доброе Все Доброе От Бога Если Человек Нашел Хорошую Женщину И Сильно Ее Любит То Это Образец Того Как Следует Любить Бога Однако Когда Моца Заменяется На Моце Человек Любит И Желает Злую Женщину Она Может Заставить Его Желать И 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 Кто Нашел Добрую Жену Должен Оставаться С ней В этом Смысл Брачных Уз Эти Отношения Символизируют Истину В противоположность Лжи Верность В противоположность Измене Готовность Соединить Всю свою Жизнь С другим Человеком Чтобы Обуздать Злые Позывы Эгоизм И Самолюбие Это Служит Хорошей Подготовкой Мы Мы Читаем Мишлей 5 Дробь 8 15 18 Тире 20 Удали Свой Путь Далеко От Нее Пей Воду Из Своего Сосуда Пусть Твой Источник Будет Благословен И Радуйся Женой Твоей Молодости Ее Любовью Наслаждайся Постоянно Зачем Сын Мой Тебе Наслаждаться Незнакомой Женщиной И Обнимать Груди Чужой Конец Цитаты В Авода Зара 17 Алев Говорится Что Слова Удали Свой Путь Далеко От Нее Означают Избегать Ереси Сифри Учит Экев 48 Пей Воду Из Своего Сосуда Бор Извод Твоего Создателя Боре Не пей Загрязненные Воды Не увлекайся Миром Еретиков Конец Цитаты Снова Мы видим Связь Между Злой Женщиной И Ересью Царь Давид Сказал Таилим 15 Дробь 1 2 Господи Кто Будет Пребывать В Твоем Шатре Кто Будет Жить На Твоей Святой Горе Тот Кто Ходит Прямо И поступает Праведно И говорит Истину В сердце Своем Конец Цитаты Ялкут Ялкут Шимани Таилим 15 Дробь 665 Комментирует Слова Тот Кто Говорит Истину Относятся К Богу Ибо Сказано Господь Бог Есть Истина Ирмиягу 10 Дробь 10 Действительно Всевышний Есть Истинный Бог И Бог Истины По сути Истина Это его Исключительная Печать Как уже Упоминалось Печать Бога Истина Шаббат 55 Алиф Вот что Говорится В Берешит Раба 1 Дробь 7 Раби Ицхак Начал О стихе Твое Первое Высказывание Было Истиной Таилим 119 Дробь 160 Сначала Творение Твое Первое Высказывание Было Истиной Сначала Было Сказано Вначале Бог Сотворил Небо И Землю Берешит 1 Дробь 1 И Затем Господь Бог Есть Истина Ирмиягу 10 Дробь 10 Конец Цитаты Бог С самого Начала Объявил Что Кроме Него Других Богов Нет Самый Первый Стих Торы В котором Использовано Слово Создал Бара В единственном Числе Показывает Что Бог Создал Мир Мир В одиночку Подтвердив Тем Самым Истину Своего Существования В комментариях Обращается Внимание На то Что Последние Буквы Трех Еврейских Слов Берешит Бара Элоким Вначале Бог Сотворил Это Алеф Мем И Тав Что Вместе Пишется Как Эммет Истина Как Энергично Наши Мудрецы Осуждали Ложь И Прославляли Истину Они Говорили Бава Митсия 49 Алеф Чему Мы Учимся Из слов Справедливая Ефа Справедливый Хин У тебя Должен Быть Вайкра 19 Дробь 36 Разве Хин Не Является Лишь Подгруппой Ефы Шесть Хинов Составляют Одну Ефу Смотри Раши Там же Между Тем Урок Состоит В том Что Твой Кен Твое Да Должно Быть Истинным Равно Как И Твое Нет Абая Сказал Урок В том Что Человек Не Должен Говорить Одно А Думать Другое В Псахим 113 Бет Мы Читаем Бог Ненавидит Трех В частности Того Кто Говорит Одно Думая Другое Так Сказано Таилим 101 Дробь 7 Тот Кто Творит Обман Не Будет Жить В Моем Доме Наши Наши Мудрецы Учат Баба Митсия 48 Алиф Тот Кто Наказал Поколение Потопа Поколение Рассеяния Людей С дома И Амары Египтян Морем В будущем Накажет Того Кто Не Придерживается Своего Слова Конец Цитаты Ложь Это Вызов Богу Который Есть Истина И Чья Печать Есть Истина Чтобы Человеческое Общество И мир В целом Могли Существовать Они Должны Быть Основаны На Истине Как Учит А вот 1 Дробь 18 На Трех Вещах Покоится Мир На Справедливости Истине И Мире Об В этом же мы читаем Велкут Шимони Брешит 1 Дробь 3 Каждая Из Букв Слова Эмет Истина Стоит На Двух Ногах В то Время Как Буквы Слова Шекер Ложь На Одной Что Способствует Истине Продлиться Что Способствует Лжи Не Продлиться Конец Цитаты Поскольку Ложь Это своего рода Объявление Войны Против Бога Ей Нет Места В мире Бог И Ложь Не Могут Сосуществовать Вот Почему Мудрецы Учат Санедрин 92 Алев Если Кто-либо Нарушает Своё Слово Это То же Как Если Бы Он Служил Идолом Четыре Группы Никогда Не Будут Удостоены Божественного Присутствия Насмешники Листицы Лгуны И Клеветники Сата 42 Алев Возможно О лжи Как сорняке Которую Нужно Выкорчевать Лучше Всего Сказано В Псиктор Абати 24 Мы Находим Что Бог Создал Всё В своём Мире Кроме Лжи Которую Не Он Но Человек Изобрёл В своём Сердце Цитата Задумывали И Произносили Слова Из Сердца Слова Лжи Ешияу 59 13 Конец Цитаты Почти идентичный Текст Содержится В Тана Девеи Ильягу Зута 3 И в Ялкут Шимани Хаазину 32 942 Здесь Мы видим Важнейшую Аксиому Бог Бог Создал Человека Со Свободой Воли Предполагающей Возможность Творить Зло Однако Зло Как Таковое Не Является Творением Бога В том Смысле Каким Является Добро Зло Лишь Отрицание Отсутствие Добра Оно Существует Лишь Тогда Когда Исчезает Добро Итак Бог Создал Добро И Истину Но В их Отсутствие Если Человек Решает Не быть Добрым Возникают Ложь И Зло Именно Это Имеют Ввиду Наши Мудрецы Когда Говорят Что Человечество Изобрело Их В своем Сердце Это Относится И К Любой Другой Злой Черте Конечно Бог Ненавидит Зло Как Я Уже Показал Он Не Создавал Ни Само Зло Ни Что Либо Что Происходит Из Него Он Лишь Создал Человека Со Свободой Воли С Потенциалом Который Человек Использовал Для Греха Столь Ненавидимая Богом Ложь Была Создана Человеком Который Отказался Придерживаться Истины Она Возникла В отсутствии Истины В результате Человеческих Поступков Так Мы Читаем Михей 2 Дробь 1 Горе Тем Кто Придумывает Беззаконие И Создает Зло Конец Цитаты Создает Зло Только Человек Об этом же Говорится Ивишаяу 45 Дробь 7 Я Образую Свет И Создаю Тьму Я Творю Мир И Создаю Зло Конец Цитаты Как тьма Не является Результатом Творения Но лишь Отсутствием Света Так же И зло Это лишь Отрицание Добра Как Объясняет Ибн Эзра Там же Я Создаю Тьму Слово Создаю Здесь На самом деле Означает Постановляю Поскольку Тьма Есть Ничто Иное Как Отсутствие Света Ясно Что Это же Относится И Ко Злу Главная Мысль В том Что Ложь Это Сорняк Этого Мира И Писание Предостерегает Уничтож Зло В своей Среде Дворим 13.6 В Порошат Ваикра 5.21-25 Тора Осуждает Еврея Который Поступает Лживо Со Своим Ближним Там же 5.21 Воруя И Обманывая Если Кто-либо Грешит И Совершает Преступление Маал Против Господа Обманывая О деньгах Вверенных Ему О сумме Одолженной Ему Для собственного Употребления Или Вложения В дело Если Он Отрицает Что Украл Или Притесняет Своего Ближнего Удерживая Зарплату Если Он Нашел Потерянный Предмет И Лжет О нем И Клянется Чтобы Поддержать Свою Ложь О любом Подобном Грехе Если Он Отвергает И Отрицает Свою Вину Он Должен Полностью Восстановить Украденный Предмет Или Все О чем Он Ложно Клялся И Добавить К тому Пятую Часть И Он Должен Принести Приношение Господу Незапятнанного Барана Указанной Стоимости Как Жертвоприношение Коэну Конец Цитаты Продолжение следует